Крупнейшая школа Заполярного района отметила 40-летний юбилей в 1975 году. Восьмилетняя школа в поселке Геологов распахнула свои двери для 170 учеников. В историю окунулась наша съемочная группа. В середине 70-х в округе идет активная разведка и разработка месторождений. Растет и маленький поселок Геологов-Искателей. В 1975 году по инициативе начальника Наринмарской экспедиции номер 5 Михаила Ардалина в поселке появляется собственная школа. Изначально она состояла из одного здания, которое строилось всем миром. Какую мы видим сегодня школу? Школа – это дом. Дом, который построили нефтяники, студенты, строятряды Угдинского институтриального университета, учителя, ученики, родители, выпускники. После этого здание дважды достраивалось. В 90-м году эксплуатацию ввели трехэтажный корпус. Дополнительное помещение позволило учиться только в одну смену. Школа – как крепость. Когда кто-то приходил и говорил, да, я знал, что школа Искательская большая, но что такая она большая, я не знал. Даже нам когда-то предлагали на роликовых коньках ее объезжать. За 40 лет из стен Искательской, или как ее привыкли называть в народе, шестой школы, выпустились тысячи мальчишек и девчонок. Среди выпускников много тех, кто после получения профессионального образования вернулся в родную Альма-Матр, уже в роли учителя. А кто остался жить и работать в других городах, но в праздник они не забыли поздравить свою родную школу. Сегодня я бы хотел сказать спасибо нашим преподавателям, которые обучали нас не только от того, что написано в школьной программе, но и делились своим жизненным опытом, давали нам советы и помогали решать проблемы, которые на тот момент казались глобальными. Сейчас в Искательской школе учатся порядка 800 учеников с 1 по 11 классы. Каждый из них отметил, что лучшим подарком к юбилею стала новость о строительстве новой школы. Олег Танзейский, Алена Валей, Леонид Шишелов, Телеканал Север.